По состоянию на 1 сентября в бюджете Черкеска на текущий год появились дополнительные поступления сверхзапланированных, доложила начальник финансового управления мэрии Фатима Ешерова. В этой связи в основной финансовый документ города внесены изменения. В рамках настоящего проекта решения распределяется дополнительное осигнование в сумме 7 млн 545 тыс. рублей. Кроме того, в качестве источников финансирования дополнительных бюджетных осигнований предлагается экономия посредством резервного фонда в сумме 700 тыс. рублей. Итого 8 млн 245 тыс. рублей выделяются в качестве дополнительных бюджетных осигнований управлению имуществом и коммунальным комплексом города Черкеска. Средства будут распределены по следующим направлениям. 2 млн 200 тыс. выделяются муниципальному предприятию «Зеленстрой» на проведение капитального ремонта системы отопления «Оранжереи», поскольку по заключению «Карачаево-Черкесгаз» ее дальнейшая эксплуатация небезопасна. 1 млн 280 тыс. будет направлен на приобретение и установку оборудования для подачи тепла и горячей воды в многоквартирные жилые дома микрорайона номер 13, расположенного в северной части города Черкеска. Оставшиеся 2,5 млн депутаты направили на текущий ремонт автомобильных дорог с щебеночным покрытием. В этом году проводятся достаточно большие, значительные объемы работ по текущему ремонту дорог с щебеночным покрытием. Но делаем, делаем достаточно много, но желающие все равно есть. Просьба, обращение, которое хотелось бы удовлетворить. Кроме того, в ходе комиссионной проверки качества работ по реконструкции центрального сфера Черкеска был выявлен ряд недостатков. Члены комиссии посчитали, что необходимо увеличить количество скамеек и урн, высота фонарных столбов слишком мала, и их могут спокойно разбивать хулиганы. Кроме того, как показала жизнь, одной детской игровой площадки оказалось мало. После реконструкции количество мам с детьми в центральном парке значительно возросло. И именно поэтому принято решение о возведении еще одного детского игрового комплекса. На все эти усовершенствования потребуется еще чуть более 2 млн рублей. А чтобы труды и финансовые затраты были не напрасны, так как на сегодняшний день уже зарегистрированы факты вандализма, необходимо обеспечить порядок в обновленном парке. Поэтому необходима какая-то система контроля, охраны за парком. Поэтому предлагаю выделить следствия на устройство системы видеонаблюдения в размере 100 тыс. рублей. Депутаты поддержали распределение дополнительных средств по всем статьям. Далее был рассмотрен вопрос, касающийся перспективных планов развития республиканской столицы. Были внесены изменения в решение Думы об утверждении генерального плана муниципального образования города Черкеска с правилами землепользования и застройки. Так, целевое назначение земельного участка в этом микрорайоне из производственной зоны и зоны инженерных сетей и сооружений переведено в зону общественно-жилого назначения. По сути, она уже и является таковой, так как здесь построены административные и жилые здания. При разработке генерального плана разработчики не учли некоторых моментов и эту зону определили как производственную. Участок по улице Октябрьская, 9, район бывшего Загудзерно, также переведен из производственной зоны в зону смешанной застройки. Здесь планируется возведение многоквартирных жилых домов. Последним вопросом повестки дня стало внесение изменений в регламент самой Думы. Предлагается, что на заседании Городской Думы будут рассматриваться проекты решений, прошедшие антикоррупционную экспертизу и предварительное обсуждение на заседании профильных комиссий, рекомендованное ими к рассмотрению. Изменения в регламенте Гордумы поддержал и представитель прокуратуры, которому по роду своей деятельности необходимо проводить юридическую экспертизу всех принимаемых депутатами муниципальных нормативно-правовых актов. Предлагаю Думе муниципального образования Городской Думы выполнить нормы, обязывающие мэрию муниципального образования Города Черкеска к проектам муниципального нормативно-правовых актов прилагать обосновывающие документы, свидетельствующие о необходимости принятия муниципальных нормативно-правовых актов. Принимаемые нормативно-правовые акты будут они ясными, четкими и исключат возможность принятия несоответствующих федеральному законодательству нормативно-правовых актов. Руслан Альботов, Михаил Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.